Шалом! Шалом! Молитва, которую мы молимся три раза в день, называется молитва Амеда или Шмунайсеры. Шмунайсеры 18 – это по количеству проход, которые в нее входят. Входит 19, одна более поздняя. Я, честно говоря, очень волнуюсь перед этими уроками, потому что дело очень ответственное. Мы с вами сейчас стоим перед Творцом. Это называется Амеда. Да, молитва стоя. Мы стоим буквально как ангелы на одной ноге. Ангелы стоят на одной ноге. Мы стоим на двух ногах, но ноги вместе. Стоим ноги вместе, как у ангела. Ангелу две ноги не нужны. Нам тоже, когда мы стоим в молитве, мы никуда не собираемся идти. Мы можем достичь всего здесь и сейчас. Момент этот очень ответственный. Я не помню, что я так волновался ни на своей свадьбе, ни в армии, ни на экзаменах. На самом деле, очень-очень трепетный момент. Дело в том, что очень-очень много зависит от нашей молитвы. Очень много зависит. И бы сято дешма, и мы постараемся правильно подготовиться к этому ответственному делу. Я сразу хочу дать понятие, определить, что мы тут не занимаемся исследованиями еврейского фольклора и будем там разбирать строение, историю древних писаний. Тут идет речь мамаш о жизни и смерти. Молитва, она определяет, что будет. Буквально, мамаш, так это и есть. Это не преувеличено. Если бы было время, я бы с удовольствием объяснил, как это работает и почему это так. Но молитва — это в жизни важное и критичное дело. У молитвы есть огромная сила. Мой Роша Шива, ворх мордах и Зарах, когда учился в Ешиве, он говорил, что нет вещи, которые нельзя достичь молитвой. Нет такого. Молитва может всего достичь. Яркий пример этому мы видим на примере с Леа, Сипур, Кенига Берешит, Яков, Рахель, Леа, помните? Там всем было понятно, и на небесах, и на небе было понятно, что Леа за Исава, а Рохель за Янкиева. Это не обсуждалось, это вообще не выносилось никакие дискуссии. Понятно, само собой, это как бы старшая за старшего, младшая за младшего. Но Леа не хотела ни в коем случае, чтобы у нее муж был Роша, злодей. И она с детства молилась, чтобы не быть выданной замуж за злодея. Ее молитва сработала. Эта молитва буквально изменила реальность. В конце концов, она, да, приходит замуж за Якова Вину. Есть много-много примеров из Танаха, из Талнуда, из нашей жизни реальной, когда молитва буквально меняет реальность. И мы молимся теми словами, что им молились самые большие мудрецы и праведники, на протяжении многих-многих поколений, начиная с Танаха. Как они молились, так же мы, те самые слова, стоим буквально те самые слова, представляете, какая ответственность. Вот как он, как какой-то большой царик, который вы все представляете, который вы знаете, кто для вас самый большой царик, я не знаю. Большим Тов, Гоан Мивильна, Раши, Рамбом. У каждого свои герои. Так вот мы как бы стоим и 10, 15, 5, неважно сколько минут, мы на них как бы похожи, потому что мы говорим то же самое, что они говорили, 3 раза в день. И мы стоим напротив шхены, буквально стоим. Напротив нас находится шхена, это божественное присутствие. Поэтому при молитве, при молитве мы не можем смотреть прямо перед нами. Мы смотрим в седур, либо глаза закрыты. Почему молиться закрытыми глазами? Потому что недозволено смотреть человеку перед ним. Перед ним находится шхена. Он сейчас находится в диалоге. Буквально диалог стоит. Напротив него шхена, чувство Бога, и человек молится. По этой причине также нельзя проходить перед человеком, который молится. Это место уже занято. Там уже стоит как будто шхена. Как будто стоит. Она находится. Там нельзя перед ним проходить мимо него. Пару слов о строении этой молитвы. Есть три части, три большие части, основные части. Первая часть — это обращение. Потом есть просьбы. И в конце — благодарность. И там, где была благодарность, там уже потом идет и тоже шалом. То есть это три первые проходы. Это мы обращаемся к Творцу. Потом различные просьбы. И в конце — благодарность. Литва — это очень древняя. Такой порядок был установлен еще мудрецами большого собрания. 120 мудрецов собрались и постановили конечную форму этой молитвы. Среди них также были и пророки. Было много пророков. Было где-то 80 пророков. Так написано в Талмуде и Рушалме. Некоторых из них мы знаем. Это Захарья, Малахи, Хагай. Они тоже принимали участие в составлении нашей молитвы. Молитвы Шмунаесы. И когда мы стоим в молитве, мы должны понять, а главное — почувствовать, что только Ашем может нам помочь. Это не то, что мы выполняем какой-то такой свой толк, свой ритуал, свою службу, и потом идем к своим делам. Нет, надо понять, что от него все зависит. Все наши дела зависят именно от этого момента молитвы. Это правда, что это также и служение. Помимо того, что мы просим для себя, это также и вид служения. Ашем хочет, чтобы мы так ему служили. Это правильно. Безусловно правильно. Но надо также понять, что все зависит от этого служения. И поэтому написано, когда молимся, глаза вниз, а сердце вверх. Что это значит? Глаза внизу, глаза вниз, сердце наверх. То есть мы должны себя ощутить, как будто мы немножко принижаем себя, буквально преклоняемся. Так и выглядим, когда молимся. Мы преклоняемся четыре раза в молитве, когда мы поклоняемся, как это выглядит. Ноги сгибаются, голова вниз. На кого я сейчас похож? Я похож как на зародыш. Зародыш, который сидит внутри матери. И таким мы и являемся в этой жизни. Как будто такие вот зародыши, мы полностью зависим от нашего окружения. мы ничего не видим. Но сердце наверх. Сердце наверх. То есть хотя мы полностью не ощущаем Творца, но сердце мы понимаем, что он о нас заботится и теплом и любовью, как мать нас окружает. Поэтому молитвы похожи на такую форму, как форма зародыша. Бывает ситуация, что несмотря на то, что я сказал сейчас, ситуация, что человек не может молиться с энтузиазмом и вообще нет силы ему молиться. И возникает такое ощущение, что может быть, если так, то уж даже и не стоит молиться. Если я так не хочу молиться, то зачем себя как бы принуждать? Это не так. Дело в том, что само по себе, само усилие, когда мы всегда заставляем пойти в синагогу, на Миньян, да сказать Таилим, когда мы молимся, само усилие, то, что Творец хочет. Он хочет, чтобы мы, да, сделали это усилие над собой и начали с Ним разговаривать. Когда начинаешь, уже потом идет намного легче. Главное, начать эту стадию общения с Творцом. Это то, что он хочет. Выйти с Ним как бы на связь, на контакт. И важно знать, что наша молитва, она очень сильно влияет на решение Творца, как управлять миром. Это называется тикуним. Мы делаем своего образа тикуним на разные миры. И каждая молитва, у нее есть свои тикунимы. Это не то, что я вчера помолился, и уже то, что надо было исправить, я исправил. Нет, каждый раз, каждый день, каждая молитва, у нее есть свои тикунимы. Она исправляет другие вещи, исправляет другие мира. И ни одна молитва не похожа на другую молитву, которая была до этого. Хотя текст то же самое, сцене то же самое. Каждая молитва, она отличается от молитвы предыдущей. Мы молимся вслух. У нас в голове много каши варится постоянной, но мы учимся говорить. Именно говорить, поэтому молимся вслух. Важно, чтобы мы слушали то, что мы говорим, не кричать, потому что Ашеми так слышит. Можно не кричать, Ашеми слышит. Но слова надо произносить, придавать им форму, то есть придавать нашим мыслям какую-то форму. Какую форму? Это то, что мы учим. Как правильно молиться? Какие слова говорить? Это то, что мы сейчас и будем разбирать. Понятно, что мы все так иначе молимся. Да, мы хотим молиться, у нас есть потребность в этом. Так иначе мы говорим с Ашемом. Но почему-то иногда дело до Сидура не доходит. То есть мы как бы так что-то сказали, подумали, а вот Сидура мы не взяли, не помолились по Сидуру. То Сидура нет, то времени нет, то настроение нет, все есть какие-то отговорки. Так давайте же возьмем Сидуру в руку и начнем по-настоящему, как полагается, молиться. И тут же возникает вопрос. Почему так важно молиться по Сидуру? Ведь мы же сказали, что Ашем и так слышат. Я почему-то знаю, что мне надо. И может быть, я хочу что-то от себя сказать. Все правильно. Это все безусловно правильно. Масахет Брахо, Тадав Тидзайна Мунбет, там начинается, приведите длинный список, как Танаим, Ямураим, как они добавляли свой личный просьб к молитве. Каждый что-то от себя добавлял. Но они добавляли. Не то, что они просто этим ограничились. Они молились стандартную молитву. Даже Танаим молились стандартную молитву. И плюс к этому они добавляли от себя свои личные просьбы. Это то, что мы должны делать. Мы не можем ограничиться молитвой стандартной, потому что мы люди, у нас есть свои просьбы и нужды. С другой стороны, мы не можем только этим ограничиться. Мы должны молиться также. И молитву общую. Почему? Сейчас мы это постараемся понять. Смотрите. Этот текст молитвы, он как бы работает, как будто, образно говоря, какое-то волшебное слово. Как такая мантра. Например, если бы вам сказали, пришел бы старик Хатабыч и нас бы научил, как правильно делать этот трах-тибедох, чтобы джин на нас работал. Кстати, Хатабыч, он на еврите говорил. У него подсказывает несколько слов несколько раз на еврите, потому что автор книги он знал еврей. Так вот, когда Хатабыч нас учит тих-тибедох и трах-тибедох, мы бы его не спрашивали, а почему именно такие слова? Главное, что-то работает. Джин из Иптулки выходит, значит, это работает. Если это работает, то работает, когда нравится смысл слов. В каком-то плане наша молитва, она тоже работает, еще как работает, и мы не можем понять смысла всех слов. Пишет Рафхамми Воложин в книге Нефиша Хаим, Шарбет, глава Юдгиммель, он пишет так, что на самом деле даже все вот тикуним и объяснения, которые писали к молитве, начиная с решением и включая Аризаль, который там на каждую букву сделал много-много-много каванод, даже все это, это как капля в море по отношению к глубине молитвы, которую вложили в нее мудрецы Сан-Гедрин, Креста Гдуря, 120 мудрецов, то, что они сумели влить в слова молитвы, мы не можем полностью понять, поэтому она приходит как бы молиться и как бы понимать, верить, что это так, это работает. Даже если мы полностью не понимаем, почему именно такой порядок, такое строение, и такие слова выбраны для молитвы. В книге Кузари Мамар Гиммель часть Гэй написано так, что время молитвы сравнивается там с сердцем, он говорит, молитва это как сердце, что такое, почему? Как сердце, оно посылает кровь во все части тела, также и молитва, она посылает как бы жизненность во все наши ежедневные дела. Также сравнивается с плод, плод дерева, оно существует, для дерева самое главное важное плод, то, что листья вянут, пусть вянут, но вот все силы, они идут именно на плод. Это видно тоже в цветах, главное, чтобы цветок распустился, это главное для растения. То самое в молитве, молитва в принципе это главная часть дня, не то, что мы вышли на перерыв, помолились Минха и обратно на работу. Надо понять, что молитва это как плод, в нем все содержится, все силы должны быть направлены именно на молитву. вообще эти дикие, когда они уставшие, они не могли молиться, они говорят, у нас нет сил молиться, то, что молитва как отдых, нет, это много-много-много энергии. Я подчеркну два важных очень момента в молитве. То, что эти моменты они не всегда подчеркиваются, мы про них забываем, но они очень важны. Момент первый. Смотрите, еврейская молитва, она построена так, что она вся направлена на Клали Сраэль. Если мы посмотрим все вот барахот, 18 барахот, хотя я молюсь сам за себя, я лично молюсь, и каждый молится за себя, но они все написаны во множественном числе. То есть мы, мы, дай нам Клали Сраэль, мы благодарим тебя. Там все говорится про нас, то есть Клали Сраэль. Когда мы просим излечения, мы просим излечения не только для себя, мы просим излечения для всех больных. Даже просим про носа, про питание. Мы просим не для себя только, мы просим для всех. Даже когда мы просим хохма, бина, дат, скель, какое-то понимание, казалось бы, ну это я же прошу для себя. Нет, мы просим, чтобы было понимание у всех, у всего народа Израиля. Это метод, но он очень-очень важный. И как бы мы так себя не ощущаем. Написано, что каждый человек, он близок к себе. Я молюсь за себя, за свою семью. Очень трудно молиться за еврея в другом городе или в другом государстве, который я даже не знаю. Это очень трудно. Но это то, что требуется, то, что мы должны делать, что он зависит от меня, а я завису от него. И очень-очень стоит сделать какое-то усилие, как бы, так сказать, проскинуть мозгами и подумать, как же так это работает. То есть, что да, что все евреи, они все одни, все едины. И молитва, которую нам постановили модельцы, она молитва общая. Молитва общая. Молитва общая. И каждый из нас, он часть общей молитвы. Это первая часть. Смотрите, она общая. Вторая часть. Это надо понять, что когда мы молимся, мы приближаемся к Ашему. И мы это делаем по определенной дорожке. Есть тропинка. Знаете, когда много людей прошли по полю, на поле образуется тропинка проторенная. Проторенная, это, кстати, опять-таки слово северита. Проторенная тропинка. Там много людей прошли. Так вот, наши праотцы, они уже молились. Веками молились. И много энергии вложили в молитву. Вся энергия, которая вложена в молитву, она, эта энергия, она намного-намного больше, чем энергия, которая вложена в строение Транссибирской магистрали. И любые дороги, любые подводные каналы, это все даже несравнимо с усилиями и затратами, которые были вложены в молитву и время произведения столет. Сколько было слез пролито, трудно поверить. И поэтому мы идем по этой дороге, которая существует. Это так важно, когда молимся, ощутить себя, что мы не стоим сами, сами по себе, а мы продолжение наших праотцов. И мы продолжаем молиться тем же способом, и наша молитва, она будет услышана именно благодаря им. Может быть, что мы сами вообще не достойны, что нас услышали, но благодаря нашим праотцам, и это начинается с Авраамска и Яков, то, что мы скоро увидим, именно благодаря им наша молитва будет услышана. Сами мы как бы, мы даже не знаем, куда грести, в какую сторону грести. У нас нет сил грести, мы не знаем, куда грести, мы не знаем, откуда начать вообще, что начать, как начать. У нас есть такой вид средств, вид транспорта такой, вид транспорта, который работает на нашем цепле. Мы садимся, какой-то такой транспорт такой, и он начинает работать. Он работает благодаря нам. Мы даем тепло, и наши слова, это как для него, как горючее. Уже известно на науке, что есть разные виды волн. Есть волны световые, звуковые, радио. Есть волны, которые мы знаем, что они существуют, мы не понимаем, как они работают. Так есть еще вид волн, это волн, это передача, это трансляция от Ашема к нам, и от нам к нему. Любая волна должна что-то встретить, должна быть какая-то реакция. Так вот, наша молитва, это именно реакция на послание Ашема, которое он нам посылает. Он нам постоянно посылает, как непонятно, мы не можем это понять. Он нам как бы расследует, надоем нам образно говоря свет. Свет — это не просто свет, это то, что мы знаем, свет — это понятие. Он как бы дает нам свет, и мы должны свет как бы принимать и отражать. И это есть молитва. Если мы этого делать не будем, то эти волны исчезнут, у них не будет смысла. Это настолько важно стоять перед швиной и именно молиться. Это есть молитва. Так давайте начнем молиться. Знаете, очень часто видно, что люди разговаривают с собаками. Я видел такое. Собачка разговаривает. Если дело дошло до этого, с тем мы уже так хотим поговорить, давайте поговорим с Ашемом. Наше время вышло, начинается девятнадцатая минута. Это не страшно, потому что мы сказали, что у нас девятнадцать варгот, а не восемнадцать. Девятнадцатая — это самое важное. Почему? На следующих уроках. Все хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!